всем привет в преддверии нового года происходят такие ситуации куча отчетов на работе нужно подольше задержаться и не всегда есть время для того чтобы получить полноценный обед сейчас я буквально за несколько минут покажу как с утра подготовить для себя ланч который на работе можно положить в холодильник и в нужное время достать его с удовольствием съесть и самое главное меньше калорий потому что девочки все как бы следят за диетой и очень вкусно что я делаю для начала нужно взять куриную грудку неважно холодная горячая мы из нее стоек делать не будем возьмем вот такой маленький противень смотрите кусочками вот таким нарезаем самое главное небольшим почему чтобы курицы было легче всего прогреваться и готовится в духовке в это время я включил духовку 250 градусов верхний гриль то есть буквально за несколько секунд нужно нарезать тонкими ломтиками куриную грудку если у вас противень чуть больше чем у меня можно и побольше сделать но я готовлю так на одну порцию поэтому в принципе здесь всего достаточно немножко соли кто на бессолевой диете те могут вообще не солить обязательно нужно добавить перец чеснок добавлять нельзя потому что как только вы откроете в офисе бокс с этой вкусной едой сразу во всем офисе будут знать что вы готовились чесноком смотрите если у вас например есть приправка у меня такая вот есть для курицы завалялась приправ могут быть вообще любые совершенно любые тут дело вкуса посыпаем приправами так чтобы вам это нравилось потом в финале и конечно же небольшое количество растительного масла прям по капельки сверху но опять же вам говорю что можно и без масла для тех кто масло совсем не ест выдвигая решетку она у нас с фиксатором то есть она дальше не идет ставлю сюда маленький подносик смотрите как высоко под вертикальный гриль задвигаю 240 градусов самая максимальная температура и ровно 5 минут не больше пока у нас курица стоит за это время мы должны нарезать кусочками сельдерей почему сельдерей потому что он ароматный и очень полезный режем произвольно вместе с зеленью берем ланчбокс и на самый низ отправляем сельдерей дальше нам понадобится огурец огурец нарезаем тонкими пластинками именно тонкими так ему легче будет мариноваться вы свой личный объем потребляемого продукта знаете поэтому ориентируйтесь на себя кто любит пожрать побольше тот режет целый огромный огурец кто поменьше тот режет поменьше смотрите что делаем выкладываем прям на сельдерей ломтики огурца вслед за огурцом у нас идет укроп я думаю что эти ингредиенты есть у любого офисного работника ну я имею ввиду дома теперь соль солим сверху не нужно ничего перемешивать соль выделить сок смоется вниз замаринуется и сам огурец и сельдерей конечно же обязательно кусочек лимона ведь я повторил уже два раза что огурец мы маринуем а не просто солим поливаем лимонным соком ну и кто позволяет себе масло конечно же чуть-чуть нужно сбрызнуть маслица создает влажность определенную и если мы маслом не сбрызнули продукт нам кажется что он немножко суховатый к огурцам это не относится но тем не менее значит огурцы у нас готовы я включаю индукционную плиту у меня в сковороде семечки это могут быть семечки на это могут быть семечки кунжутные это могут быть тыквенные семечки в общем любые какие у вас есть причем подсолнечника можно купить и вообще в самом любом даже в самом дешевом и простом сельском магазине я их слегка обжариваю и мы берем с собой семечком что поджарится нужно примерно где-то наверное полторы минуты тем более на сильном огне сковорода же имеет толстое дно поэтому как только пошел дымок или еще что-то в этом роде перемешайте снимите с огня курица у нас готова под вертикальным грилем тонко нарезанные ломтики жарятся считанные минуты смотрите как они шкварчат теперь вот сюда кладем бумажку вот смотрите нам нужно изолировать не будем смешивать огурцы и курицу делаем подобие круга кладем бумагу на огурцы и курицу выкладываем сверху так вот ломтики ароматной курицы у нас не будут касаться огурца и прекрасно доживут до того момент когда вы их достанете из холодильника и употребить как обед ужин или ланч в зависимости от того насколько долго вы занимаетесь предновогодними отсчетами даже бульон я всегда стараюсь использовать в нужных целях первая часть бокса у нас готова закрываем и в таком виде ставим в пакет вторая часть во первых мы высыпаем в другой боксик семечки пока они у нас там лежат сразу же включаем бустер максимальный разогрев сковородки и смотрите нужно поджарить тост кто-то любит чебату кто-то любит вот такой зерновой хлеб все это занимает буквально несколько мгновений на раскаленной сковороде нам не нужно его сушить нам нужно их слегка обжарить чтобы появился вкус на чабата быстро поджаривается да и злаковый хлеб очень быстро поджаривается сразу же отправляем это все на доску плиту выключаем и как только они у нас слегка остыли выкладываем куда правильно к семечкам потому что в этом боксе у нас будут находиться тосты только обязательно дайте им остыть вернее в это время вы можете пойти почистить зубы у нас это все заняло буквально пять минут на работе вы берете красивую тарелку но если нос есть или некрасивую если нет красиво и мы берем открываем боксик но то яблоко которое нужно было взять с собой вот тут-то но нам и пригодится смотрите мы вырезаем сердцевинку и нарезаем его произвольно эта часть нашего ланч смотрите так выкладываем его как попало главное чтобы было красиво пока что откладываем курицу огурцы которые у нас пролежали в боксе несколько часов вместе с сельдереем и укропом и уже промариновались они у нас отправляются правильно на яблоко вот таким образом раз и теперь курица вот они кусочки курицы со специями пряной вкусной ароматной куриные грудки низкокалорийный продукт чего уж тут скрывать девочкам очень понравится подаем все это с красивыми тостами и конечно же посыпать жареными семечками буквально за 6 минут мы получили очень крутой офисный завтрак обед или ужин но это вам решать я думаю что вы непременно воспользуетесь моей идеей мало того что он вкусный ароматный низкокалорийный для девочек очень подходит и самое главное вы останетесь довольны мидея почувствуй себя дома